Еще один хороший вопрос от зрителей. Какие пять действий вы предлагаете сделать на набережной в первую очередь? Так, вы сейчас спрашиваете как бы физически или про события? Видимо, какая-то программа. Ну, программа развития, да. Но мы понимаем, что нужно управлять, нужно себя переинтересовать. Первое, это все-таки давайте уже придадим этой набережной понятный статус. Все-таки это главный вопрос, и мы его задали. Сергей Николаевич, все-таки это гидротехническое сооружение или это все-таки набережная для людей? И понятно, что все как бы стремятся к второму сценарию, но там есть какие-то сложности. Но опыт не то, что мировой, даже есть этот опыт в России. И, кстати, неплохой буквально, да, недавно сделала статья и исследование от Института развития городов и села Башкортостана, где они на примере набережных в других городах России, когда они были гидротехническим сооружением, стали полноценной частью города. Это первый шаг. Это первый. Второй шаг, это, соответственно, необходимый единый оператор в виде дирекции, как мы говорим. Туда, куда все смогут обращаться. Третий шаг, это начать в тестовом режиме запускать те событийные сценарии, которые мы предлагаем. Ну, или какие-то другие. То есть это мы показали как пример, как это может быть. Это не то, что такое твердое. Вот только эти. Нет. И поэтому классно, когда люди пишут нам и говорят, что вот мы делаем то, мы делаем это. Мы собираем. Мы каждый день собираем новые данные, они растут. Это третий у нас шаг. Четвертый, я бы сказала, физически начать преобразовывать. Это все-таки вот то видение, которое... Как раз самый сложный. Да, это самый сложный, но его необходимо. Рано или поздно он наступит. И не делать это так же, да, сразу опять там 5 километров. А это дальнейшее развитие инфраструктуры пошагово. Ну, как Атель уже говорил, пробовать. Пробовать, да, точками. Потому что даже вот вопрос по том, что вода поднимается высоко и сносит там нижний уровень. Да, все говорят, почему не можем благоустраивать. Мы вот с Павлом Азином разговариваем. Он говорит, давайте насыпем грунт и проверим, унесет его в апреле или не унесет паводка. То есть вот даже вот эти вещи, да, проверять ведь надо. Пока не проверишь, не поймешь. Это четвертое, да. Да, ну и пятое тестовое мероприятие. Сказали? Сказали. И пятое – хороший вопрос. Пятое – хороший вопрос, да. Ну, наверное, как-то, не знаю. Ну, я, может быть, банально скажу сейчас, да. Должна все-таки появиться такая политическая воля твердая. И она, как бы, понятно, что оно должно быть не пятым, а первым. Вот. Давайте вот так мы сделаем, что первое – это все-таки политическая воля, в первую очередь, от Сергея Николаевича. И чтобы Ради Фаридович поддержал, и они здесь тоже, как бы, нашли точки соприкосновения и начали в тандеме, так скажем, двигаться дальше. И эти шаги тогда, я думаю, они начнут в быстром темпе реализовываться.